приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня поговорим о заставных досках я у себя на пасеке использую вот такие утепленные заставные доски значит ставлю я их с осени когда только формируются клубы пчел в зиму использую для каждой семьи по одной такой теплой заставной доски как ее изготовить такую заставную доску такая заставная доска делается из пенопласта пенопласт я использую четверку 4 сантиметра ну 4 сантиметра у меня лежаки лежаки в принципе там есть место позволяет 4 сантиметра у кого ульи поменьше можно использовать 3 сантиметра можно даже два сантиметра как делается такая заставная доска значит вырезается пенопласт по размерам размеры в данном случае моей заставной доски значит в высоту это на высоту рамки 300 миллиметров и по ширине по ширине у меня 450 миллиметров значит по ширине подбирается таким образом чтобы она легонечко в легенький на тяг входило ходила гули и обшивается мешковиной значит мешковиной вот такая мешковина из-под сахара и и разрезать пополам и такой мешковины хватает на две теплых заставных доски вот я разрезал одна половинка покажу как это делается делается очень быстро можно сказать на коленке можно ли сделать а 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 челки такую заставную не грызут кроме того вот это мешковина она пропускает пары влаги пары воздуха и такая мешковина такая теплая заставная она дышащая значит вот я расставляю були таким образом ставится значит такая теплая заставная ближе к боковой стенке на расстоянии примерно около 6 сантиметров плюс минус снизу должно быть сантиметра два три для того чтобы там проходил воздух для того чтобы была вентиляция дальше с осени здесь формируется клуб пчел значит ставятся рамочки ставятся рамочки и здесь формируется клуб пчел с другой с другой стороны что значит как сделать с другой с другой заставную свое время оставил вот такую заставную которую делал из двп обшивал планочками и для того чтобы было теплее значит обшивал фольга изолом значит что собой это представляет челки со временем прогрызают даже саму фольгу вот видно что дырочки и пчелки туда залазят и полностью там выгрызают изоляцию кроме того вот сбоку если вот видно всю изоляцию они сгрызли но это еще не самый так сказать плохой вариант погрызли там и больше у меня были вот таким вот образом они все сгрызают кроме того тут вот между изоляцией заводится всякая живность значит добраться туда чтобы почистить невозможно поэтому вот я отказался от таких заставных вот я после того как вскрывал значит вот эту изоляцию вот что там получалось тут очень такая нехорошая некрасивая картина получается кроме того почистить невозможно здесь могут заводиться различные болезни вот поэтому я вот от такой заставной отказался значит сейчас я применяю вот такие заставные значит делать их очень просто легко изготавливаются они очень быстро что собой представляют значит режется двп на заготовки размеры такой заготовки значит вниз это по высоте рамки 300 миллиметров по ширине получается 445 миллиметров рамочка 435 а здесь получается 445 миллиметров для того чтобы такая заставная легко уходила и чуть-чуть там было небольшое расстояние чтобы можно было ее легко ставить извлекать значит отбивается она делаются вот такие планочки приблизительно 10 на 10 миллиметров сечением отбиваются по всей кроме низа обливается по контуру отбивать можно обычным степлером вот можно степлером можно гвоздиками гвоздики если я использую то на длиной 16 миллиметров вот такая заставная очень хорошо себя показала дополнительно дополнительно ее можно обработать воском или же парафином значит вот это обработано у меня парафином это на украинскую на украинский лежак вот но суть такая же значит парафин я раскладываю на такую заставную и строительным феном разогреваю и кисточкой тут промазываю вот очень легко это делается и такая заставная она лишена тех недостатков про которые я рассказывал ее можно в любое время пройти обжечь пройти проскрести и она постоянно чистая постоянно в нормальном состоянии таким образом с другой стороны клуба начиная с осени всю зиму и весной стоит у меня вот такая значит обычная простая заставная почему ее не надо с этой стороны утеплять в лежаках здесь обычно лежит утепление и это утепление заходит туда вниз поэтому с этой стороны кроме такой заставной будет у нас утепление вот поэтому такой заставной принципе достаточно чем хороша такая заставная значит это самое теплое место в клубе получается и в конце зимы в начале весны возле этой заставной появляется первый расплод потом последствии зона расплода по чуть-чуть расширяется и это самое теплое место благодаря такой заставной семья хорошо развивается кроме того весной при перепадах температуры при неустойчивой погоде погоде такая заставная позволяет сглаживать перепады температуры такая заставная стоит всю весну до самого лета до устойчивого тепла а затем такая заставная уже когда наступает устойчивое тепло такая заставная выбирается и рамочки подвигаются уже боковой стеночки на этом все пользуйтесь утепленными заставными чтобы ваши пчелки хорошо развивались весенний период подписывайтесь на канал пишите комментарии пока